Вот вроде бы он столько слов уже сказал, но в целом это все просто для заполнения паузы Вот это английский Всем привет, дорогие друзья! Сегодня разберем интервью с Робертом Паттинсоном В котором он расскажет, как он готовился к съемкам фильма Бэтмен И почему сейчас англичане заполняют мир супергероев Ну что, давайте начинать? Давайте послушаем сначала То есть наш сегодняшний первый гость это очень талантливый актер То есть который, как и многие вампиры, превратился в летучую мышь Здесь, конечно, ведущий делает отсылку к фильму Сумерки Наверное, это такой фильм, по которому большинство из нас знают Роберта Паттинсона, да, он там играл в вампира Поэтому ведущий говорит, что из вампира превратился в летучую мышь, ну, то есть в Бэтмена И давайте посмотрим на фразовый глагол turn into Turn into, превращаться И давайте сразу к примерам Диван превращается в кровать То есть вода превратилась в лед Давайте запишем И здесь такая вот показательная картинка, где злая ведьма превращает какую-то, не знаю, добрую фею А что-то, ну, наверное, не очень хорошее Он играет самого великого в мире детектива И, кстати, детектив такое вроде бы простое слово, но давайте посмотрим на него повнимательнее В русском языке у нас тоже есть слово детектив, и мы произносим его через звук Э Поэтому нам и в английском языке хочется так сказать Но оно произносится через краткий звук Э То есть он играет такого самого великого в мире детектива в высоко ожидаемом, таком долго ожидаемом, долгожданном новом фильме Бэтмен To anticipate, вообще это ожидать, да? Давайте посмотрим на него Anticipate, ожидать, да? Предвидеть, предупреждать We don't anticipate any problems Мы не ожидаем никаких проблем We anticipate spending two weeks here Мы ожидаем как бы проведения, то есть провести две недели здесь Давайте запишем это слово A highly anticipated movie Долгожданный, давно ожидаемый фильм И здесь вот картинка ребенка, который уже ждет, не дождется, где же его Highly anticipated presents Такие долгожданные, долго ожидаемые подарки на Рождество He plays the world's greatest detective in the highly anticipated new movie The Batman It opens exclusively in theaters and IMAX March 4th It opens exclusively in theaters and IMAX То есть он как бы открывается, ну то есть будет первый раз показан Эксклюзивно, как бы только в кинотеатрах И, кстати, здесь надо было бы сказать movie theaters, но разговорной речи можно просто опустить Movie и останется theaters, то есть кинотеатры Фильм будет первый раз показан в кинотеатрах и IMAX 4 марта То есть дословно, пожалуйста, скажите привет Роберту Паттинсону Ну, конечно, имеется в виду, давайте поприветствуем Роберта Паттинсона И давайте посмотрим этот отрывочек сначала First guest tonight is a very talented actor who, like a lot of vampires, turned into a bat He plays the world's greatest detective in the highly anticipated new movie The Batman It opens exclusively in theaters and IMAX March 4th Please say hello to Robert Pattinson И теперь давайте посмотрим на некоторые ответы на вопросы How long did it take you to figure out the voice, the Batman voice? То есть как долго это взяло, как бы времени у тебя заняло, у тебя времени, чтобы выяснить голос То есть чтобы выяснить, каким должен быть голос, и именно он уточняет голос Бэтмена Давайте запишем How long did it take somebody to do something? То есть сколько времени заняло у кого-то сделать что-то? В утвердительном предложении мы бы сказали It takes me two hours to do it Or it took me two hours to do it, for example То есть это занимает мне или заняло какое-то определенное время? И вот такая картинка Думаю, что у этой женщины много времени заняло Это все переписывание бумаг Давайте посмотрим некоторые примеры Например How long did it take you to settle down in this country? То есть сколько времени, как долго это заняло у тебя, чтобы обжиться, to settle down в этой стране? How long did it take you to teach the dog to sit up and back? То есть сколько времени у тебя потребовалось, тебе понадобилось, сколько времени у тебя заняло, чтобы научить собаку сидеть, ну то есть делать стойку, да, и служить How long did it take you to figure out the voice, the Batman voice? Кстати, давайте еще посмотрим на выражение to figure out Такое полезное выражение Вычислять, понимать, постигать, да, figure out То есть это даже как бы что-то понять То есть прийти к какому-то умозаключению своим логическим размышлением Например Can you figure out how to do it? Вы можете разобраться, то есть как бы понять, придумать, как это сделать Can you figure out this word? То есть ты можешь как бы разобраться, понять, узнать, что значит это слово, да И давайте его тоже запишем To figure out something Разобраться, сообразить, выяснить, понять, да Ну и такая картинка, наверное, самая подходящая для этого выражения I mean, I actually found out a funny thing about it Because I wanted to do a radically different thing to all the other Batman You did? And I started in a kind of I just thought, because everyone does this kind of gruff, gravelly thing And I'm like, I'm gonna do the opposite I'm gonna go really whispery And I tried to do it for the first, like, two weeks And it just looked absolutely atrocious Давайте переслушаем этот отрывочек I mean, I actually found out a funny thing about it I mean, I actually found out a funny thing about it I mean, то есть я имею в виду, я хочу сказать Ну вообще это такое слово-паразит, как you know, like Его можно вообще просто опустить и не переводить I actually found out a funny thing about it Я на самом деле выяснил такую смешную, забавную вещь об этом То есть выяснил какой-то забавный факт Find out, кстати, здесь как можно сказать, что это синоним to figure out Но в чем же между ними разница? Давайте вернемся к figure out Когда мы говорим о figure out, мы имеем в виду, что человек Как бы путем какого-то анализа пришел к каким-то выводам Что-то придумал, что-то сделал Но когда мы употребляем to find out Мы имеем в виду, что человек находит какой-то ответ, который уже существует То есть он его где-то услышал, увидел, прочитал, но никак не додумался до этого сам Вот, например, to find out, да? Выяснять, узнавать, разъяснять Например, to find out more, visit our website То есть чтобы узнать больше, обнаружить больше, как бы посетите наш веб-сайт То есть здесь человек как бы сам не придумывает ничего, ничего не анализирует Он просто уже найдет ответ, найдет какую-то информацию, которая уже существует То есть я хотел сделать радикально другую вещь по сравнению с другими Бэтменами То есть совершенно другую, в корне отличающуюся вещь Ну, то есть здесь имеется в виду, конечно, голос Потому что thin, такое слово, которое в английском языке может заменять вообще половину слов То есть я хотел сделать совершенно другой голос, да? По сравнению с другими Бэтменами And did То есть и да, ты сделал, ты смог это сделать And I started in a kind of То есть я как бы начал делать что-то вроде... Ну, в общем, здесь он прервал свое предложение Давайте дальше послушаем То есть я просто подумал, потому что все делают вот такого рода То есть такой грубый, хриплый Опять же, thin здесь имеется в виду голос И kind of, кстати, он здесь будет очень много раз употреблять Тоже такое выражение для заполнения тишины Давайте посмотрим на слово graph Грубый, грубоватый, хриплый, да? Граф Такой короткий звук А, краткий точнее Его тон стал грубым Ну, то есть его голос стал грубым Он говорил хриплым голосом То есть его манеры, его поведение, да? Можно сказать, могут быть довольно грубыми Давайте тоже это запишем Такой грубый, хриплый, сиплый голос И, кстати, грейвый, да? Мы не посмотрели Такой хриплый, засыпанный песком, усыпанный гравий Ну, то есть мы можем даже почувствовать и услышать Как вот трение песка, трение гравия В общем, какой-то звук все-таки присутствует в этом слове Такой хриплый, сиплый В общем, можно провести какую-то ассоциацию То есть грубый, сиплый, хриплый голос Ну, конечно, картинка сложная Это все описать Ну, вот такая вот неприятная картинка То есть я был такой Типа я собираюсь сделать совершенно что-то другое Совершенно противоположное Гона, да? Это сокращение от going to То есть я собираюсь сделать что-то совершенно противоположное I'm gonna go really whispery То есть опять я собираюсь I'm going to Как бы пойти по-настоящему таким шепчущим голосом Похожим на шепот, да? Если дословно Давайте посмотрим на вот эту интересную такую конструкцию Go whispery Если мы посмотрим на эту конструкцию Она состоит из глагола go, идти, да? И прилагательного И что же она показывает? Она показывает, что человек или предмет Меняются каким-то определенным образом Начинают выглядеть как-то иначе Или делать что-то иначе Например, как здесь вот изменение во внешности To go grey Сидеть Становиться седым То есть дословно Идти серым Становиться серым To go bold Лысеть Становиться лысым Как вот на этой картинке To go mad Сходить с ума И уже это не про внешность To go wrong Идти как бы неправильно То есть идти как-то не так Когда что-то идет не по плану И, кстати, вот если посмотреть на эти примеры То часто такого рода конструкция переводится просто одним глаголом Сидеть Лысеть И так и у нас здесь To go whispery То есть как бы начать говорить голосом, похожим на шепот Можно было бы просто сказать To whisper И, в принципе, смысл бы сильно не изменился Давайте запишем To go whispery То есть, в принципе, то же самое, что и to whisper Начать говорить шепотом Или подобно шепоту Как на вот этой вот картинке And I tried to do it for the first time two weeks И я пытался делать так То есть говорить таким голосом For the first time two weeks То есть первое время, первые две недели And it just looked absolutely atrocious И это выглядело абсолютно ужасно У нас есть много слов, да, для того, чтобы выразить слово ужасный Horrible, terrible, dreadful И много-много других Но давайте посмотрим, чем же отличается от них слово atrocious То есть такой зверский, жестокий, ужасный, отвратительный Например, atrocious crime Жестокое преступление Или вот Atrocious period in the nation's history Ужасный период в истории страны То есть период такой, наполненный зверствами, какими-то ужасными событиями Но можно как бы опустить такой градус ответственности и жестокости И сказать просто Atrocious weather, atrocious dress То есть такое ужасное платье, ужасная погода Давайте запишем его Atrocious Отвратительный, ужасный, зверский И вот картинка, где хозяин бьет своего кота Это действительно отвратительно Ужасный и по-зверски, да And it just looked absolutely atrocious Давайте теперь послушаем весь вот этот маленький отрывочек How long did it take you to figure out the voice, the Batman voice? I mean, I actually found out a funny thing about it Because I wanted to do a radically different thing to all the other Batman You did And I'd started in a kind of, I just thought, because everyone does this kind of gruff, gravelly thing And I'm like, I'm going to do the opposite I'm going to go really whispery And I tried to do it for the first time, two weeks And it just looked absolutely atrocious And they told me to stop doing it But then I found out from Nick, who was putting me in the suit every day That's what Christian Bale did on Batman Begins as well And if you listen to the first Batman Begins teaser trailer You can hear the original voice I only found this out a couple of weeks ago And it's kind of interesting Давайте еще чуть-чуть послушаем отрывок Just looked absolutely atrocious And they told me to stop doing it They told me to stop doing it Наверное, он хотел сказать And they kept telling me Но потом что-то передумал И потом сказал They told me to stop doing it То есть они как бы продолжали говорить мне Они говорили мне остановиться Делать так, прекратить так делать But then I found out from Nick, who was putting me in the suit every day But then I found out from Nick Но потом я обнаружил, узнал от Ника Опять, да, у нас find out встречается Who was putting me in the suit every day Который как бы клал меня в костюм каждый день Ну, то есть помогал одеваться Одевал, да, костюм каждый день That's what Christian Bale did on Batman Begins as well That's what Christian Bale did on Batman Begins as well То есть это то, что Christian Bale делал в фильме Batman Begins То есть Batman Начало тоже То есть это то же самое, что и Christian Bale делал в этом фильме And if you listen to the first Batman Begins teaser trailer You can hear the original voice And if you listen to the first Batman Begins teaser trailer То есть если вы послушаете первый тизер-трейлер фильма Batman Begins, то есть Batman Начало You can hear the original voice То есть вы можете услышать оригинальный голос Тот, который он использовал ранее You can hear the original voice То есть вы можете услышать оригинальный, изначальный голос And if you listen to the first Batman Begins teaser trailer You can hear the original voice I only found this out a couple of weeks ago And it's kind of interesting I only found this out a couple of weeks ago And it's kind of interesting Опять у нас здесь фраза в глагол find out То есть я узнал об этом несколько недель назад И это вроде того или своего рода интересно Давайте еще раз послушаем Absolutely atrocious And they told me to stop doing it But then I found out from Nick Who was putting me in the suit every day That's what Christian Bale did on Batman Begins as well And if you listen to the first Batman Begins teaser trailer You can hear the original voice I only found this out a couple of weeks ago And it's kind of interesting It'd be fun if Batman had like a Texas accent Or something like that It's funny There's something that you can feel when it feels right There's something you put the suit on And you have to speak in a certain way It doesn't allow you to do anything else Yeah, right It's like It's almost in a way like If you were a wrestler or something You can't underplay it No Давайте вернемся It'd be fun if Batman had like a Texas accent Or something like that То есть it Это здесь it would Сокращено, да It would be fun То есть было бы весело, было бы забавно If Batman had like a Texas accent То есть если бы у Бэтмена был техасский акцент Or something like that Или что-то подобное этому Или что-то вроде того It's funny, да, это забавно There is something that you can feel when it feels right То есть есть что-то такое, не знаю, необычное В общем, просто такое существует Что ты чувствуешь, когда Как бы дословно Это чувствуется правильно То есть когда Ты понимаешь, что это правильно It's funny, there's something that you You can feel when it feels right There's something you put the suit on And you have to speak in a certain way You can't like There is something you put the suit on And you have to speak in a certain way То есть ты не можешь То есть не может быть такого Здесь у нас стоит, конечно, местоимение you Но мы переводим это безличной конструкцией Потому что в английском языке нельзя Да, без подлежащего И мы заменяем в таком случае Когда нет подлежащего Местоимениями one, they или you Ну you, конечно, встречается больше Чаще всего То есть не может быть такого Что когда ты надеваешь костюм Put on the suit То ты сразу должен говорить Каким-то определенным образом То есть in a certain way Определенным путем Ну имеется в виду определенным образом Тут они начинают Немножко так перебивать друг друга И вот просто посмотрите На реплики ведущего Вот вроде бы он столько слов уже сказал Но в целом это все просто Для заполнения паузы, тишины Yeah, right, it's like Yeah, you could То есть да, правильно, да Вроде того, ты бы мог В общем, не сильно это имеет-то смысл, да? Yeah, right It's like It's almost in a way Like if you were a wrestler Or something You can't underplay it То есть это вроде того Это почти что таким же путем То есть вроде того Как если бы ты был борцом Or something То есть или чем-то подобным Чем-то похожим Или что-то вроде того You can't underplay То есть вы не можете Underplay То есть under Это ниже Play играть Как бы играть ниже своих способностей И давайте посмотрим на это слово ближе Underplay 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 И, кстати, вот в американском варианте Здесь двойное ударение, да? Underplay 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 А в британском варианте Уже на второй слог ударение идет И как вот здесь даны объяснения Играть ниже своих возможностей Исполнять роль без нажима Игра сдержана Ну, в целом это все одно и то же, да? I thought she underplayed her character Мне показалось, что она Слабо исполнила свою роль Ну, имеется в виду Сыграла как бы ниже своих способностей То есть сыграла хуже, чем могла бы Давайте добавим это слово To underplay Исполнять роль слабо Играть ниже своих возможностей Ну и, наверное, кроме как Картинка Шекспира Это не пишешь никак иначе И более понятно It's almost in a way like If you were a wrestler or something You can't underplay it No No Давайте еще раз пересмотрим Этот маленький отрывок It'd be fun if Batman had I feel like we have a problem I feel like... I feel like we have a problem Problem Ну, как-то так, более натурально, конечно, звучит I feel like we have a problem То есть я чувствую Я думаю, что у нас проблемы Я вообще работал с Том Холланд То есть я на самом деле работал с Том Холландом, когда я делал этот фильм Ну, то есть имеется в виду, когда снимался в этом фильме I did this movie called The Lost City of Z years ago The Lost City of Z years ago То есть потерянный город That Много лет назад Здесь, в принципе, many Years ago, можно было бы сказать Но many Опустили И получилось просто Много лет назад И я думаю, что в то время, когда он с ним работал Он еще не получил роль Спайдермена Человека-паука То есть это значит получить роль Давайте посмотрим на это слово И вот, например То есть Эмили Браун была, скажем так Прошла в кастинге Получила роль Вайлетт Бадлер После проб, которые она прошла в Австралии Давайте запишем To be cast as somebody in the movie Получить роль кого-то в фильме Ну, и вот такая вот картинка То есть я думаю, что в то время он еще не получил роль Человека-паука Или даже еще не прошел прослушивание на эту роль И он носил То есть он был в костюме Человека-паука Когда я снимал этот фильм Почему? Why? И я был такой, ну, подумал He really manifested that part Что он, как бы, доказал всем эту роль То есть что имеется в виду? Что он доказал всем, что он подходит на эту роль Как бы manifest Сделать что-то очевидным для других Доказать, подтвердить То есть он подтвердил, что он подходит для этой роли Давайте посмотрим на слово manifest Manifest И нас интересует глагол Делать очевидным, ясно показывать, обнаруживать, проявлять Она не проявляет, то есть не делает очевидным желание выйти за него замуж То есть она не проявляет особого желания выйти за него замуж То есть его болезнь начала проявлять себя Начала быть очевидной для всех Приблизительно в это время И давайте запишем To manifest something Делать очевидным, ясно показывать, подтверждать, проявлять Он действительно доказал, подтвердил, что он подходит для этой роли Like a man Опять же, я имею в виду Хочу сказать, можно вообще это опустить He was wearing a smile То есть он, как бы, носил улыбку To wear a smile Значит, постоянно улыбаться Так, ну, на первое значение не будем смотреть Нас интересует то, которое постоянно улыбаться He always wears a smile На его лице всегда улыбка И как здесь написано дословно Он всегда носит улыбку Давайте тоже запишем To wear a smile Постоянно улыбаться Ну и что, как ни смайлик, может выразить это выражение I swear to God То есть я клянусь Богу Если так переводить дословно Но вообще это выражение Swear to God Переводится как клясться Богом Swear И обратите внимание на вторую-третью форму Сwear, swore, sworn Клясться Еще есть значение, как ругаться Ругать И, например She swore never to return home То есть она поклялась Никогда не возвращаться домой Давайте тоже запишем To swear Можно просто так было оставить клясться Ну, я решила добавить To God Чтобы запомнить это выражение И вот здесь картинка Так как люди, например, в суде Клянутся говорить правду И только правду He really manifested that part Like, I mean, he was wearing his smile I swear to God That we were in Colombia And I'm all 99% certain he wasn't casting That we were in Colombia And I'm all 99% certain he wasn't casting То есть мы были в Колумбии И я на 99% уверен Что он не проходил кастинг Не получил эту роль Не пробовался на эту роль И вот здесь интересное выражение To be some percent certain Или можно сказать sure То есть быть на какой-то процент Уверенным в какой-то информации И давайте пересмотрим Этот небольшой отрывок Я работал с Томом Холленд Когда я делал этот фильм Заводство злого 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 И он был Я думаю, что он не был встанком И он был встанком И он был встанком Встанком Когда я снимал Встанком Почему? И я думал Он действительно Манифестировал эту часть Я думаю, он был встанком Я swear to God Мы были в Колумбии И я 99% уверен Он был встанком Hold on Hold on Говорит ведущий И вот это, кстати, интересное выражение У него несколько значений Можно сказать hold on И это будет иметься ввиду Держаться за что-то Но в данном случае Это значит Подожди, погоди минутку То есть какой-то небольшой промежуток времени А вот здесь мы видим Держаться, упорствовать Но нас интересует другое значение Стой, подожди Например Hold on while I find a pen То есть подожди немножко Пока я найду ручку И буду уже дальше записывать Или Hold on, I'll just get my coat То есть подожди немножко Я сейчас возьму свое пальто Я только возьму свое пальто Ну и мы куда-нибудь пойдем, например Hold on То есть стой, подожди, погоди И такая картинка Где девушка говорит по телефону И, например, пока она говорит Ей кто-то позвонил в дверь И она говорит Hold on То есть подожди минутку Я сейчас открою дверь И вернусь к разговору То есть ты говоришь, что он носил То есть как бы он был в этом костюме И дальше он говорит То есть это было бы еще более странно То есть если бы он получил роль То есть он действительно носил вот этот вот костюм Человека-паука То есть он все-таки носил действительно прям костюм Человека-паука Или просто какую-то там рубашку С его изображением И, кстати, давайте на этом моменте Вспомним, какие условные предложения У нас сегодня были в этом интервью А их было немало И первое предложение То есть это предложение, которое относится к первому типу условных предложений И выражает какую-то возможную ситуацию в будущем При выполнении вот этого условия после слова if В этой условной части у нас стоит present simple А в основной future simple Должен быть, да? Но вместо will hear здесь can hear И такое вполне может быть Когда вместо will у нас используются модальные глаголы И в данном случае can Второй пример Это уже второй тип условных предложений И он обозначает ситуацию, которая маловероятна Но гипотетически возможна в настоящем или в будущем И тогда в условной части после if У нас стоит глагол в past simple Had А в основной части у нас would И инфинитив без частицы to То есть it would be fun If Batman had like a Texas accent И третье предложение It might have been weirder if he had been cast Здесь уже мы говорим о ситуации в прошлом, которая произошла И которую мы уже ну никак не можем изменить, никак не можем повлиять на нее Здесь в условном предложении после if у нас стоит past perfect Had been cast Кстати, cast во всех трех формах звучит одинаково Cast, cast, cast А в главном предложении у нас might have been Обычно мы привыкли, что в предложениях третьего типа В главной части стоит would have been Но, как и в первом предложении, был модальный глагол can Так и здесь у нас тоже модальный глагол might вместо would И давайте пересмотрим Нет, это выглядело так, как будто бы как правильный, то есть настоящий Действительно, как будто бы это был костюм Человека-паука И мы были, как бы, посередине, в нигде Вообще, in the middle of nowhere переводится как в какой-то глуши, непонятно где Давайте посмотрим примеры И вот здесь даже такие переводы, как конец географии Бог знает где, у чёрта на рогах, на куличках В общем, вообще непонятно где, в глубинке, в глуши какой-то They live miles away in the middle of nowhere Они живут как бы в милях далеко, ну, просто далеко У чёрта на куличках, то есть непонятно где, в какой-то глуши In the middle of nowhere, неизвестно где, у чёрта на куличках, в глуши И вот такая картинка, где тут одинокий дом вообще на целое поле Вот, это действительно такая глушь То есть мы были непонятно где, и в Колумбии, и никого вокруг не было With no one around, то есть с никем вокруг And we were like in the middle of nowhere in Колумбии And like with no one around There's no one witnessed this, except for me There is no one witnessed this, except for me То есть как бы не было никого, кто бы увидел это и стал свидетелем этого Кроме меня, except for me Witness вообще, если это существительное, то это свидетель Если глагол, то свидетельствовать Или как бы быть очевидцем, быть свидетелем чего-то Witness Так, нас интересует глагол, да? Быть свидетелем, очевидцем, то есть увидеть что-либо, свидетельствовать My friend here was a witness of the accident И здесь witness как существительное То есть мой друг был очевидцем, свидетелем этого происшествия И вот в качестве глагола Several people witnessed the accident То есть несколько людей как бы засвидетельствовали, стали очевидцами, стали свидетелями этого происшествия, этой аварии Давайте запишем To witness something, быть свидетелем чего-либо You know what? You know what the message there is? Dreams do come true You know what? You know what the message there is? То есть знаешь что? Знаешь какой в этом весь message, как бы посыл? В чем здесь смысл? Dreams do come true То есть мечты сбываются, осуществляются, реализуются Come true Здесь вот такие варианты перевода Притворяться в жизнь, реализоваться, сбываться, осуществляться Например My worst fears came true То есть мои худшие опасения оправдались То есть воплотились в реальность, реализовались, стали реальностью Но что же у нас тут делает глагол do, если у нас уже есть глагол come true Мечты реализовываются, осуществляются Давайте посмотрим Итак, в чем же разница между dreams come true и dreams do come true? В этом случае do используется для усиления действия перед глаголом И мы можем использовать вот такой прием в present simple и past simple То есть с do, does и did Например, I do know you Если бы здесь не было do, мы бы просто сказали I know you, я тебя знаю Но из-за do мы говорим, что я действительно, я точно знаю тебя или знаю вас То есть вот, ну, 100% я вас знаю Подчеркиваем, усиливаем действия глагола знать She does understand your problem, but she can't help you То есть она понимает вашу проблему, но она не может вам помочь И здесь мы подчеркиваем, что вот она действительно понимает вашу проблему Но вот, к сожалению, не может помочь И с глаголом did, пример He did call you То есть не просто как факт он звонил тебе Вот он действительно тебе звонил Вот проверь свои вызовы, там будет видно, что он тебе звонил Поэтому в целом они здесь очень похожи Но вот после такой воодушевляющей истории о Томме Холланде Что вот он хотел стать Человеком-пауком Ходил вот в этом костюме и действительно получил эту роль То вот он служит примером того, что dreams do come true То есть мечты вот действительно прям 100% реализовываются и осуществляются И, кстати, это действительно хорошая мысль, нужно в это верить И давайте теперь повторим слова, которые мы за сегодня узнали, выписали To turn into something Превращаться в что-либо Ну и вот такая вот картинка Следующее слово A highly anticipated movie Точнее даже выражение Долгожданный, давно ожидаемый фильм И, например We are coming to you live tonight in perhaps the most highly anticipated interview of the year То есть сегодня мы выходим в прямой эфир с, наверное, таким самым ожидаемым интервью этого года Следующее How long did it take somebody to do something? То есть сколько времени у кого-то заняло что-либо сделать, чтобы сделать какое-то задание Например How long did it take you to complete this request? То есть как долго у тебя заняло, как долго времени у тебя это заняло, чтобы выполнить эту просьбу? To figure out something Сообразить, выяснить, понять, разобраться Я помню, что у нас много раз встречался его синоним To find out Например Looking back on it, I still can't figure out what went wrong То есть оглядываясь назад, я до сих пор не могу понять, не могу разобраться, что же все-таки пошло не так И, кстати, здесь опять went wrong Мы уже разбирали Go и прилагательный Как раз здесь это один из примеров, когда что-то пошло не по плану Graph gravelly voice Такой грубый, хриплый, сиплый голос И пример Don't be fooled by his gruff gravelly voice He is really kind То есть как бы не обманывайся То есть не ведись, грубо говоря, на его такой грубый, хриплый голос На самом деле он добрый То есть на самом деле он хороший человек Ну и здесь вот такие вот котята To go whispery То есть в принципе можно сказать и to whisper Начать говорить шепотом Или как бы начать говорить чем-то подобным на шепот Например Then she went whispery as though the furniture might be listening in То есть и затем она начала говорить шепотом Как будто бы as though мебель могла слушать или как бы подслушивать ее Следующее слово Atrocious Отвратительный, ужасный, зверский И, например I know he is an atrocious criminal Thanks God he is in prison now То есть я знаю, что вот он такой вот ужасный, зверский, как бы свирепый такой, в общем, плохой бандит И слава богу, что сейчас он в тюрьме Ну и вот такая вот типичная картина Картинка, точнее, бандита To underplay Исполнять роль слабо Ну и буквально как бы under Ниже play Играть То есть играть ниже своих возможностей Например I think she underplayed her character То есть я думаю, что она как бы сыграла ниже своих возможностей этого персонажа Не доиграла, в общем, свою роль To be cast as Опять у нас выражение из вот этой вот всей тематики кино Получить роль кого-то или, как бы, пройти прослушивание на роль кого-то Например He was often cast as the villain Он часто, как бы, получал роли, играл роли Villian Это такой вот типичный злодей в фильмах И помним, что cast звучит одинаково во всех трех формах To manifest something То есть делать очевидным что-то, ясно показывать, подтверждать, проявлять И следующее слово To wear a smile Постоянно улыбаться И давайте посмотрим, например Alice is so cheerful She wears a smile whenever I meet her То есть Alice такая вот добродушная, веселая Она всегда или постоянно улыбается, когда бы я ее не встретила И вот такая вот картинка в тему ситуации Следующее слово To swear То есть клясться Или у нас было выражение в интервью To swear to God Клясться Богом И такой пример I don't know anything about what happened I swear То есть я не знаю ничего о том, что случилось Или о случившемся Я клянусь Hold on Стой, подожди, погоди И вот такой пример Hold on a minute I'll just get my coat То есть подожди минутку Буквально там небольшой промежуток времени Я захвачу пальто Я возьму пальто И мы пойдем куда-нибудь Ну допустим In the middle of nowhere Неизвестно где У черта на куличках В глуши И такой вот пример He lives in a tiny house In the middle of nowhere То есть он живет в таком Небольшом Крошечном, крохотном даже доме In the middle of nowhere Неизвестно где В какой-то глуши И я оставила ту же самую картинку Потому что, мне кажется, она лучше всего Описывает это выражение To witness something Быть свидетелем чего-либо Или если мы хотим использовать существительное То это A witness И пример То есть он пришел в магазин Прямо перед инцидентом Перед каким-то происшествием И поэтому он увидел его То есть стал очевидцем Стал свидетелем И последнее на сегодня выражение To come true Сбываться Осуществляться И мы обычно говорим это О наших каких-то сокровенных мечтах Например То есть я всегда мечтала О своем собственном доме О том, чтобы иметь свой собственный дом И теперь моя мечта сбылась Ну, на этой картинке Девушка, конечно, мечтает Не о доме А об отдыхе Ну, надеемся, что ее мечта тоже сбудется И не забывайте, что Все карточки, которые Мы сегодня с вами разобрали И составили Вы можете, как обычно Скачать в описании Под видео Здесь есть карточки Как для России Так и для заграницы А сейчас давайте посмотрим Все интервью целиком Заново И вспомним все Что мы сегодня разобрали Первый господин сегодня Очень талантливый актер Который, как многие вампиры Свернулся в бот Он играет В мире лучший детектив В современном новом фильме The Batman Он открыл исключительно В театрах и IMAX Марч 4 Пожалуйста, дайте привет Роберт Паттинсон Русь Уэйн Как долго Тебе длится Для узнать Существа 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 Существа